Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня первая Ияра, новый месяц. Месяц Ияр связывают два великих события в истории еврейского народа. Это исход из Египта в предшествующем месяце Ияру, месяце Ниссан, и Синайское откровение в месяце Сиван. Вот такой мостиком является Ияр. Но сегодня очень важный день. Вообще, в месяц Ияр начал выпадать ман. Это именно сегодня. Им питались все годы. В месяц Ияр колодец Мирьям начал снабжать их водой. В этом месяце была, кстати, и война между Амалеком и Израилем. В еврейских книгах рассказывается нам, что в Ияре болезни легче поддаются излечению. Именно в Ияре начал выпадать ман, называемый хлебом сильным. И это не вызывало никаких болезней. Это свойство осталось в месяце Ияр, свойство излечивать болезни. Намек на это свойство содержится в самом названии. Ияр – это Я, Господь, излечивающий Тебя, аббревиатура. Именно первого Ияра по воле Всевышнего было что? Мошея, Ароны, двенадцать колен пересчитали еврейский народ. Причем каждый был причислен к определенному семейству. Все они точно знали свою родословную до сыновей Якова. Первого Ияра царь Шлома начал строить Иерусалимский храм. Вот в этот вот сегодняшний день. В тот же день, через много лет, как рассказывается в книге Эзры, начали, вернувшись из Вавилона, руководители начали строить второй Иерусалимский храм. Так что это необычный день, великий день. Сегодня шестнадцатый день Амера – это Гвураф Тиферети. Это умение видеть красоту творения, умение в трепете замирать перед какой-то там красивой картиной, каким-то водопадом или еще что-то. Вот в тот момент, когда ты какую-то невероятную красоту или море какое-то, не знаю, завороженный стоишь и увидел, вот в этот момент это есть Гвураф Тиферета. Поэтому сегодня надо найти время полюбоваться на красоту цветка или еще чего-то, увидеть, с какой великой мощью и любовью создан этот мир. Сколько красок, сколько различных вариантов Бог создал для нас, чтобы человек радовался, получал удовольствие. Вот что мы сегодня на свадьбе жизни, что родится после этого в нашей душе, благодарность или равнодушие является результатом того, что на сегодняшний день есть в нас внутри. И, знаете, есть такой диалог, рассказывает, между столетним попугаем и однодневной бабочкой. Села бабочка, сидит и говорит, солнце какое красивое, роса какие самоцветы, ничто не сравнится, лук зеленый, небо синее, воздух какой. Нет слов описать. Одно могу сказать, слава Богу за все. Надо же, сколько лет живу и ничего не замечал, подумал попугай, посмотрев вокруг. А вслух сказал, ничего, завтра к этому привыкнешь. Привыкнешь. Никто не знает, что будет завтра, сказал бабочка. Надо жить, любить сегодня. И закрыло глаза. А попугай со сведом признался себе, что за сто лет он не увидел, и самое главное, не понял, не оценил того, что бабочка сумела сделать за один единственный день в своей жизни. Вот два подхода, вот два мира, вот два результата разных в жизни. Стакан надо всегда видеть наполовину полным. Надо душить в себе разочарование. Надо видеть как можно больше хорошего. Нам нужно развивать в себе пять основ. Веру, доверие, надежду, уверенность и любовь. Что это такое? Ну вот, например, однажды в деревне страдающие засухи решили дружно помолиться о дожде. На значительный день все вышли на площадь, только один мальчик взял с собой зонт. Это вера. Когда вы играете с ребенком, подбрасываете его в воздух, он радостно смеется и полностью уверен, что вы его поймаете. Это доверие. Каждый вечер мы ложимся спать без гарантии, что завтра проснемся утром. Но несмотря на это мы снова и снова заводим будильник. Это надежда. Каждый день мы строим планы на будущее, несмотря на то, что понятия не имеем, какие события произойдут завтра, через неделю, через два часа. Это что? Уверенность. И, наконец, каждый день мы видим, как люди ссорятся, обманывают, ненавидят, расстаются. Мы понимаем, что вряд ли избежим в жизни разочарования. Но, тем не менее, несмотря на что, мы все равно любим. Надо работать над собой. Всю жизнь, до 120. И удача придет. И все будет хорошо. Брахава от слуха. Это сильный месяц. Это сильный день. И давайте мы тоже будем сильными и улыбающимися сегодня. Брахава от слуха.